привет с вами Игорь покажу сегодня мой еще один проект который я осуществляю параллельно с коллектором вот почти уже доделал это солнечный трекер вот такой вот он будет то есть уже есть почти почти доделанный вот на 4 киловатта панелей то есть ряд снизу и ряд сверху понятно 7 штук снизу будет 7 штук сверху 4 киловатта панельки по такие как у меня на крыше 285 или 290 ватт я еще не определился там какие буду брать но по мощности напряжению эти два моих массива будут абсолютно одинаковые теперь покажу вблизи собственно задум был не просто сделать трекер сделать его как можно экономней чтобы минимум металла пошло чтобы он был максимально дешевый и при этом не в ущерб надежности жесткости конструкции и так далее покажу плоскость эти плоскость есть я думаю видно по моему видно вот использовал я вот такую вот 25 на 25 квадратную трубу это я покупал вот такая труба у меня две штуки было это 20 на 40 20 на 40 и две штуки пришлось мне докупить ну тоньше чем 25 на 25 для вот такого трекера я не советую получается довольно жиденькая такая конструкция он ну вообще 7 метров будет такой как змея извиваться тонковатый 20 на 20 25 на 25 как раз для вот этих вот как бы перемычек как раз подходящий размер 20 на 40 больше тут он и не нужен она она здесь вот это вот длиной 2 сколько ж она два с половиной метра по моему да вот это вот два с половиной метра от это 20 на 40 вот эти по по 7 метров ну да 7 панелей 7 метров правильно дальше труба опора вот тут она видите ну болтик приварил вот такие две проушины тут таких кусочков у меня хватало это ветряка варил вот еще там что-то варил у меня их от этих валялась а куча даже некоторые уже с отверстиями на 12 вот приварил дырочки там где надо посверлил где не надо было болтик вставил в этой тоже дырочку просверлил и все теперь она у меня туда сюда ходит можно менять угол как угодно зима лето весна осень вот труба вот это у меня тоже была поэтому я ее использовал но она вообще-то тонковата для такой конструкции я это позже понял вот вот почему тонковата сейчас я попробую показать если взять вот так вот за вот эту штуку видите как она видите как она шатается это я сейчас ее рукой дергаю и это вот тоже самое будет делать и ветер с этой конструкции вот это я понял в ходе работ так сказать вот поэтому что я решил ну труба уже как я уже сказал такая была поэтому я ее использовал не знаю какой тут ее диаметр вот моя рука смотрите сами 50 наверное может даже 50 и нет ну она для стоек трекера слабовато тонковато забетонирована она хорошо там глубиной по 80 сантиметров ямки у меня насчет этого и грунт тут такой что она с бетоном никак не вышатает вот как я придумал избавиться вот от этого шата сейчас опять попробую сбоку чтобы было о видите я сейчас рукой и расшатываю как я думаю видно вот чтобы этого не было можно было бы конечно поставить более толстую трубу круглую или квадратную там 100 на 100 но я думаю даже если 100 на 100 трубу поставить она все равно б шаталась ну правда уже не так сильно высота и 2 чуть чуть больше двух метров до вот этой вот оси она тоже шаталась поэтому и стоила б она я вам скажу там ого-го там уже ценник такой на такие квадратные трубы или круглые вот ну можно было бы на металлоломе правда найти было бы дешевле но я придумал более лучший вариант а вот у меня здесь получается болт будет я его удлиню вот этот болт осевой и сделаю вот такой вот треугольник земле тоже использую не металл металла уже у меня нет и докупать ее не хочу он здесь принципе и не нужен использую дубовые бруски там 40 на 40 или может 50 на 40 60 на 40 брусочек дубовый вот вот здесь я прикреплю вот так вот дырку просверлю гайка болт более длинный туда закручу вот а вот здесь внизу землю забью так вот примерно метра два отступлю примерно так вот забью арматуру есть у меня куски арматуры там по метру забью арматуру сверху приварю резьбу с таким же ухом как вот там и обхвачу брусок и все будет такой треугольник он не даст трубе шататься туда ну что парусность парусность довольно серьезная такой вот парус видите это получается 7 метров на 33 20 по метр 60 панели метр на метр 67 на 320 довольно большой парус вот и когда он будет вот именно сзади задувать спереди и так не так наверное будет расшатывать хотя и спереди будет вот но особенно сзади это будет неприятно ну и металл будет расшатываться уставать и в конце концов он вот здесь где-то возле бетона вот здесь самое будет нагруженное место он когда-то переломается а вот с таким вот треугольником он шататься уже не будет это вся конструкция вот такой треугольник жесткости думаю сделать его на только два крайних первый и четвертый столбик тут 4 так думаю но может быть если не поможет сделаю еще и на два вот этих вот промежуточных средних подумаю еще посмотрю или на все сделаю или на только два крайних такое треугольник так теперь как у меня меняется угол вот здесь вот я приварил вот такой кусочек резьбы как ее показать но так вот солнце светит видно не видно ну короче вот здесь вот кусочек резьбы приваренный к этому профилю 4 на 2 тут рейка наделась на эту резьбу можно болтик у меня просто была резьба кстати покажу какие сейчас резьбы делают надел рейку здесь тоже у меня приварена кусочек резьбы столбику и в рейке отверстие рейки если сверлить то надо все сверлить одну на одну ложить чтобы все отверстия были одинаковые на всех рейках вот болтик закрутил или гаечку все оно держится вот сейчас у меня выставленный зимний угол я там его по градусу не мерял не смотрел там вроде какие-то приложения есть на смартфон надо будет скачать то проверить градус нормальный тут зимний ну его можно менять вы видите тут можно еще круче поставить вот а летний это у меня вот здесь вот самое последнее хотя тут их можно менять я же говорю не только зима лето можно их ставить тут и весна и осень и хоть каждый месяц менять этот угол тут отверстий в рейках хватает все это делается очень просто открутил вытащил там тоже снял рейку переставил на другое отверстие все все держится все классно и красиво вот вот эти у меня еще не приварены профили как вы уже заметили приварен только вот тот крайний и вот этот вот крайний приварен уже навсегда эти еще не приварены потому что я не знаю какие куплю еще панели ну то что они метр на метр шестьдесят будут это точно но там могут отличаться отверстия крепежные а я хочу чтобы вот в этот профиль именно этот возле центра хоть хоть один профиль чтобы попала ну первый там ряд или второй панели попала отверстие как раз на профиль ну чтобы лишних не сверлить тут у меня уже точно не попадет то тут уже буду в панелях сверлить придется в самой рамке панели в алюминиевой тут уже на этом на этой трубе придется сверлить а вот эту я еще не варил приедут панели вот уже уже по факту тогда выставлю ну примерно так оно должно быть и приварю уже тут и осталось варить там ерунда приварил и сразу чтоб дырочки попали вот такой вот у меня трекер получился эконом вариант да ну сейчас я скажу примерно сколько он обошелся у меня на 4 киловатта с таким вот изменяющимся углом зима-лето весна-осень и еще куча всяких углов как видите можно менять получился он у меня по металлу примерно ну то что я покупал где-то около полторы тысячи и цемент это тут пошло два мешка по 25 килограмм где-то на полторы тысячи металла купил трубы эти у меня были вот я думаю у каждого хозяйстве какие-то трубочки вот купил я только вот эту квадратную 25 на 25 и 20 на 40 докуплял ну и цемент я же говорю где-то примерно ну всего там ну две тысячи гривен даже и и и не вышло на этот трекер даже и не вышло меньше наверно с трубами было бы две если с этими с металлолома найти но я не знаю почему сейчас эти трубы вот а покажу сейчас резьбу вот это я отрезал вот эти вот кусочки вот так вот приварил резьбу к столбику отрезал сколько мне надо ну и тут тоже так вот приварил так вот приварена она отрезал сколько надо сейчас попробую показать если камера настроиться какие сейчас делают резьбы не знаю что то она а о видите какая здесь резьба красивая от как на такой резьбе можно затянуть гайку да вот как что это такое это ж халтура типично это это даже не брак это умышленно сделана такая вот конченая резьба ну это вообще я не знаю как такое можно делать капец просто нет слов ну для вот этой вот работы что у меня она будет делать вот здесь вот рейку держать она сгодится тут в принципе на резьбу и этих нагрузок нет речки вот эти вот может быть и тонковаты может быть я их когда-то заменю на более толстые но пока что пускай стоят посмотрю как они будут стоять если будут слабоватые поставлю дубовые или с ясеня выстружу потолще но я думаю что и эти тут у них нагрузки такой особой не должно быть тут у меня такая речка тоже стоит этот четвертый столбик вот такой вот получился трекер вот эти деревья они тут уберутся тут ничего тенить не будет что будет мешать то она отрежется вообще тяжело найти такое место чтобы солнце светило целый день вот сейчас у меня солнце от отсюда поворачивается сейчас почти 12 часов она уже где-то с 10 уже здесь было и вот так вот там вот она будет примерно зимой заходит то есть это у меня направление юг юго-запад я специально так сделал у меня есть уже юг юго-восток если точнее не юго-востока юг юго-восток есть уже одно поле на крыша это будет на земле поле вот и повернута на юг юго-запад таким образом я хочу чтобы у меня была достаточная мощность там для пользования дома в доме всегда то есть и утром и вечером и в обед потому что если поставить все строго на юг как книжка пишет как говорится то у вас будет максимум энергии только днем а утром и вечером наверное и чайник не хватит закипятить или что-то поесть сварить а вот при таком варианте частично на юг юго-восток частично на юг юго-запад разделить поле на две этих две части я думаю это самый оптимальный вариант для собственного использования ну про зеленый тариф я сейчас не говорю для зеленого тарифа возможно лучше было бы строго на юг но это такой вопрос довольно спорный сейчас у меня него нет зеленого тарифа хотя я про него думаю нам на будущее наверное буду подключать так как я считаю что любая солнечная электростанция система наша она будет не эффективной если уже на то пошло говорить честно без использования сети без вот этого зеленого тарифа и все что он дает преимущество от этого зеленого тарифа это не эффективно до ладненько если какие-то у кого вопросы по трекеру есть задавайте в комментариях пишите что вы про это все думаете все всем пока до следующих видео следующем видео уже покажу наверное этот крепление коллектора уже будем ставить коллектор ладненько все всем пока